Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Я сейчас нахожусь в своем гараже. Приехал на тундре. Надо разгрузить вещи, выложить покрышки, которые, к сожалению, не пригодились в S-Lake. В любом случае, покрышки лишние не бывают, но чутка обидно, конечно. Также у меня здесь есть два моих диска Work'а. Тоже их выложу пока. А еще у меня в гараже есть комплект Gisloveda 155-65-14. Его как раз поставлю на вторые диски, чтобы примерить. Да и в целом, на самом деле, очень жду уже снег, чтобы его испытать. Посмотрите, как он себя покажет. Пока мне очень нравится то, что шипы изначально прям торчат. То есть они не внутри, они реально торчат. То есть, возможно, эта резина сразу поставил и погнал. А сейчас я примчал Boost Motors и здесь занимаются нашей четверочкой. Круто, что тачка строится, продолжает строиться. Я даже буду скучать, наверное, уже по этому процессу. Сегодня было проектирование, куда варить до груза. Сейчас будут приварены закладные. Вот такие мощные. Сюда и сюда. Согласен, что немного не вовремя. Это надо было делать заранее до покраски. Но так как машину еще повезу на полировку, уже договорился, что когда здесь все зачистят, еще раз здесь все прокрасят черным. Потому что надо будет красить и гриф, который немножко ржавый. Вот такие мощные у нас блины СССРовские. Их тоже надо будет зачистить и покрасить черным. Также я привез сюда шотган из титана, который сварил Филипп Прототайп. Объяснил Сереге уже, как его тут крепить. Будет он вместо вот этой трубы. Не сильно, конечно, выпирать, потому что на соревнованиях это не приветствуется. Или даже нельзя, чтобы труба у вас сильно выпирала вот так. Она будет спрятана под бампер. Ну вот чуть-чуть, может быть, торчать вот так вот. Чтобы был виден вот этот красивый цвет. Будет отлично. Ну, во всяком случае, точно круче, чем вот эта труба, которая заржавеет на первом выезде. Диски готовы. Завтра будем примерять на четверку. Посмотрим, как она выглядит на этих дисочках. Ну, они, кстати, тоже очень симпатичные. Выехал из Bus Motors и у нас тут на днях было подведение итогов гоночного сезона Дрифт Мацури СПБ. Было официальное мероприятие по награждению. Там ребята в ресторане собирались. Я, к сожалению, не смог туда попасть. Но мне тут передали подарки кое-какие. Ну, как подарки. На самом деле награждение. Я по итогам сезона занял третье место в Дрифт Мацури СПБ. Первое место занял Леп Лищук. Второе Дима Тихомиров. И на третьем долго держался Никита Пайпворкс на тридцатке. Но из-за того, что я на крайнем этапе взял первое место, я, так сказать, подвинул его и занял третье место. Также еще получается из-за того, что я занял первое место, наша команда Trailhead, в которой, в принципе, я и Серега Смелюжак. Но Серега был только на двух этапах в этом сезоне. Сейчас он вообще машину, по-моему, продал. Короче, из-за того, что я взял первое место, команда Trailhead зашла на третье по итогам сезона. Таким результатом я очень рад. Третье место в сезоне довольно-таки неплохо. Есть, конечно же, к чему стремиться. Это второе, это первое. В общем, мне передали кубок. Еду его забирать. Здорово, Серега. И от Мацури грамота за твой вклад в виде контента. Спасибо большое. Вручается YouTube-каналу Steel of Daily за вклад в развитие медиа-контента чемпионата. Надеюсь, вся Россия знает, что есть дрифт в Мацури. Ну, очень официальное вручение. О, объявишь? Третье место в личном зачете в чемпионате Free Drift Session 2019. Круто, спасибо большое. Зацените, какой громадный. О, еще один кубок. Так, это Trailhead. Это Trailhead у кубок? Да, третье место в команде. Там кайф. Я весь на кубках. Ребята. Масло еще тебе. О, слышно, спасибо. Это мы любим. Спасибо. Спасибо за поддержку моих надежных партнеров One X. Ничто так не согревает, как высокие коэффициенты. Все стилочки вы сами знаете где. Я сейчас приехал в Lucky Station. Здесь надо забрать лавра. Сделали все, что необходимо. Замерили все параметры на изготовление триггера. Также Семен его немножко отдиагностировал. Ну и, конечно, узнаем, что там с мотором для сливы. Я тут поднялся на второй этаж. Семен, привет. Привет. Сняли мотор со сливы. И сегодня будет вскрытие. Посмотрим, что там случилось. Насколько клапан ударил по поршню. Или наоборот. Снял сейчас сцепление. Должно быть живое, надеюсь. Ну так, есть. Немножко уже чувствуется выработка. Вон слизано, но... Да, естественно, оно живое. Ну, мой палец не чувствует, кстати. А вот здесь, вот в самом конце, попробуй вот так прям. Совсем небольшое ступень. Ну да, чуть-чуть есть. Так выглядит наш JZ для тех, кто забыл. О, бачок Гура можно будет переделать. Конечно. Подушечки. Еще не показывал. Они такие на полиуретане. Что мне очень нравится. Все в стретче. И вон в стретче. Чтобы не пачкалось. Так, с лавром тут небольшие проблемки. Короче, я его завел. И он выплюнул масло через щуп. Семен только что сказал, что у них так же было. Они его завели, и он выплюнул масло через щуп. Я думаю, что это связано с холодом и маслопомойкой. Возможно, там все замерзло, например. Эмульсия или маслопомойка. В том бачке точно все замерзло. Я уже потрогал. И поэтому картерные газы раз и через щуп. Блин, это надо исправлять. Не зимняя тема. Утифриз, кстати, есть. Все в масле. Лавр настоящий вейбер. Самый прикол, что он дымит из кримера тоже. И все это заходит в салон прям. Сейчас даже открыло окна. Дичь. Просто тут все в дыму. Я думал, что он опять щуп выкинул, но нет. Под ним там лужа масла. Мне кажется, все это из-за маслопомойки, которая замерзла очень сильно. Мне тут дали пен. Он правда какой-то странный. Я поразмораживаю маслопомойку, потому что в ней прям лед. Чуть-чуть слилось, но все равно не лед. Сейчас мы увидим, пойдет разморозка или нет. Пошла. Смотрите, вот это все масло с лавра. Только что выплюнуло. Погрел маслопомойку, там реально был лед. Максимально вылил все, что там было, продул. Не знаю, поможет это или нет. Надо сейчас еще посмотреть масло. Да, масла меньше минимума. Когда рекламное масло все закончилось, вход идет в лукойл. На самом деле нормальное масло вообще. Такое же, как и все остальные масла, если менять его раз в тысячу, в две тысячи километров. Литра полтора, наверное, долил. Так, лавр завелся. Я пока подключил маслопомойку вот только вот сюда. А вот здесь у меня будет пока открыто, потому что, возможно, вот этот шланг, который идет под крыло, там тоже лед. В том бачке тоже лед точно. Ну, кстати, смотрите, я его завел. И дыма-то почти нет. Сработало, походу, сработало. Ну, рано радоваться, конечно, еще. С моторами, короче, в этом сезоне, походу, мне вообще не задалось. Я когда сейчас проверял масло, походу, на щупе все-таки эмульсия довольно большая. Это значит, что антифриз попадает в масло. Это значит, что скоро мотору придет конец. Ну, да не, на самом деле, что мне удивляться, как так? Это нормально. Лавр ездил как бы два сезона на стоке, на том, что было на этой проводке. Но вот на стоке ему хватало как бы ездить. Но все равно всему приходит конец. Ну, то есть у всего есть свое время, чтобы покататься. Даже если, знаете, вы сделали, не знаю, все на изоленте, на склейках, на скрутках. Да, это сколько-то продержится. Возможно, неделю, возможно, два года. Но все равно когда-нибудь это придет конец. Особенно, если вы раскачиваете мотор, вы делаете какой-то тюнинг. Или сразу делать нормально, или делать как бы как получится. Вот как я, в принципе, делал. Ну, и так чисто вот на удачу. Сейчас он ходит на холостых, не особо дымит. И это радует. Вот эта система с маслопомойкой, конечно, замерзшей. Ребят, у кого есть маслопомойка, которая стоит на улице, имейте в виду, что в первые холода все может там замерзнуть. И, получается, картерные газы пойдут обратно в мотор. И, соответственно, все будет дымить. И щуп у вас выпрыгнет. Давай! Доехал до Бус Моторса, лавр дымит гораздо меньше. Вообще нормально доехал. Процесс пожиги идет, клепочки появляются. Гоша тут все ровно-ровно замерил, чтобы состояние было одинаковое, чтобы здесь они были одинаково. Стекло, конечно, теперь с небольшой деформацией, но мне кажется, так погоночней. У нас тут пришло время шотгана, как вы поняли. Отрезали кусок стоковой трубы. Серега тут сделал отверстие. Покажи. Тема. То есть там без ответных просто она будет? Конечно, но она просто в распор ставится все. По стилю. Так, давай, выставляй, короче. Я тут решил хоть чем-нибудь заняться полезным. Загнал свою пятерку, взял усиленную педаль АКАН. И собираюсь ее сейчас поставить. Небольшое сравнение педалей проведем. Вот это сток. Вот это усиленное. Получается вот тут дополнительная косынка. Далее есть вот такой упор. Здесь его нету. Упор на моторный щит. Вот здесь дополнительная косынка. И здесь дополнительное крепление к моторному щиту. Здесь его нет. В комплекте был трос. Он тоже обязательно к установке. Здесь, оказывается, у этой педали есть даже разные отверстия. Под карбовую тачку, под инжекторную. У меня здесь уже под инжектор проделаны отверстия. Тросик, который шел в комплекте, оказался чуть-чуть длиннее. Буквально на сантиметра 3-4. И поэтому не подходил по длине. Обрезали трос. Взяли клепку. Разобрали ее. И оттуда вытащили втулку, так сказать. Получается, тросик обрезали болгаркой. Втулку засунули. Обжали. Еще молотком несколько раз ударили. И теперь у нас трос обжат. Должен подойти. Педаль закрепил на последнее крепление. Здесь пришлось немножко помучиться с этим тросом. Пару раз его обрезать. Но в итоге сделал ровно-ровно. Отрегулировал педаль еще здесь. Вот так она нажимается. Все отлично. Все, жижка на сегодня готова. Только педаль, правда, поставил. Но еще зеркало новое. Зашел в соседний бокс. И тут у нас полная красота. Гоша сейчас доделал клепки. Смотрится очень-очень. Мое любимое слово по гоночному. Все пластиковые стекла закрепили клепками. Теперь сразу понятно издалека, что едет корч. Заднее стекло тоже. И вот эти боковые стекла тоже сделали клепки. Также еще приварили шотган-прототайп из титана. Вот так это выглядит. Надеюсь, он не сильно торчит. Где-то, не знаю, где-то получается 3 сантиметра торчит из-под бампера. Я знаю, что очень-таки длинные выхлопа нельзя. Надеюсь, такой пропустят. Также уже установлены догрузы. Это все еще будет краситься. То есть здесь подкрасится. Сами блины будут краситься. И вот эти направляющие. Потому что они немного ржавые. Не знаю, может быть, конечно, провести тест. Насколько это все хорошо держится. Здесь вот на барашках они закреплены. Вот так выглядят догрузы. Надо посмотреть, сколько еще по весу эти блины. Ну, по-моему, вот это килограмм 20, это 5. То есть где-то сейчас здесь 50 килограмм ровно на оси. Не знаю, делать ли еще дополнительные догрузы там, где был диван. То есть вон там еще по блину. По 20 кг, например. Но мне кажется, вот эти 50 килограмм, это как раз та масса, которую мы убрали полностью с жиги. Ну, отпилив двери, все выпилив из них. Здесь все убрали. Пластиковая крышка. То есть, грубо говоря, вот этот весь вес, который мы убрали, мы сконцентрировали ровно на оси. Аккумулятор еще добавили. Не знаю, насколько это будет все работать. Но надеюсь, что будет работать. В любом случае, надо экспериментировать. Надо блины снимать, надо их подкидывать и смотреть, что по зацепу и что по инерции. То есть можно, знаете, нагрузить жопу полностью, хорошо разгоняться. Но будет большущая инерция, когда ты ставишься, и жопу будут просто закидывать и выкидывать. Ну и плюс перекладки будут не такие резкие. Но догруз нужен для того, чтобы машина цеплялась, разгонялась. Так, тут, походу, уже необходим детейлинг. Самый настоящий. Я тут быстро решил примерить второй комплект дисков. Вот так они выглядят на тачке. Ну слушайте, тоже на самом деле очень добротно. Круто смотрится. Как вам? Какие лучше? На самом деле это будет небольшой интерактивчик. Следите за инстаграмом Гисловед Дрифт. И, в общем, на сайте будем выбирать вместе с подписчиками, какие диски сделать основными на нашу четверочку. Ну, выбор невелик. Вот эти или вот эти. Мне, если честно, нравятся, наверное, больше вот эти. Эти тоже вид имеют, как бы вообще точно. Вот с другой стороны стоят с полками. Единственное, что они немного окислились тут и по центру, и по полкам пока стоят. Короче, и те, и те диски зашибить, но какие-то одни выберем. В любой ситуации юзай промокод СТИЛОВ. Он дает бонусы новым пользователям. Так, на дороге прям уже очень скользко. Нажимаю чуть-чуть газа. Машину сразу ведет. Ребят, спасибо, что смотрели этот выпуск. Спасибо, что поставили лайк. С вами был Серега СТИЛОВ. Все моторы починим, все моторы соберем. Тачки починим. Я прям заряжен позитивом, когда снимаю видосы. Всем я желаю удачи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok